...давал нам еще эту возможность, когда в этот воскресный день мы можем предстать пред Ним в Его Церкви. И в начале нашего служения я хочу прочитать место Священного Писания, и мы вместе с вами будем просить Божьего благословения, чтобы Господь благословил нас в этом служении. В Псалом 36 из 1 стиха здесь записаны такие слова. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Знакомые нам слова, вы знаете, когда я их читал, мне пришли такие мысли, на память я вспомнил Адама. И знаете, я задал себе вопрос, какое желание сердца было этого человека, когда он был изнан из Эдемского сада. И знаете, ко мне пришел такой ответ, наверное, все-таки его желание было вернуться в этот сад. Можно ли как-то, каким-то образом вернуться обратно туда, в присутствие Божье, туда, где была жизнь вечная? Я думаю, что сегодня любой человек, живущий на земле, если у него вот именно серьезно спросить, какое желание сердца твоего, я думаю, что каждый человек, он бы желал иметь жизнь вечную. Вот здесь я прочитал, что сказаны такие слова, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Я думаю, что у каждого из нас есть это самое важное, самое-самое большое желание в жизни, это достигнуть жизни вечной. И сказано, утешайся Господом, уповай на Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Тем более мы знаем, что это также и желание нашего Господа, чтобы люди, созданные им на этой земле, они не погибли, но имели жизнь вечную. Пусть Господь нас благословит, чтобы в этом служении, слыша Его Слово, мы могли своими устами, своим сердцем прославить нашего Господа. Обратимся к Нему в молитве. Наш Господь и наш Бог, мы благодарим Тебя сердечно, Господи, благодарим и славим Тебя, Боже, в этот утренний час. Благодарим Тебя, что Ты даровал нам великую милость, Господи, и что милость Твоя обновилась над всей землей, над всеми живущими людьми, Господи, Боже, и над нами. Сегодня, в этот утренний час, мы можем предстать пред Тобою, Господи. Мы снова можем слышать Слово Твое, мы снова с Господем можем возвысить голос Своей молитвы и обратиться к Тебе, к нашему Богу, к нашему Создателю, к тому, кто создал весь этот мир. Господи, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за Твою великую любовь, за Сына Твоего Иисуса Христа, в котором мы видим, Господи, Тебя, Бога любящего, Бога прощающего, Бога милующего, Бога, который желает вернуть детей своих, которые заблудились и ушли от Него, вернуть обратно к себе, в ту прекрасную вечность, которую Ты предназначил для человека. Боже Великий, Господи, да будет Твое святое имя, оно снова возвеличено и прославлено. Боже Великий, благослови нас, Господи, всех присутствующих в этом служении, чтобы наше сердце, оно было открыто для Слова Твоего, чтобы Слово Твое святое, оно проникало в наше сердце и производило свою работу, производило свой труд, Господи, ко спасению нашей души. Благослови это служение, Господь наш, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем святом небесном благословении. Благослови братьев, которые будут проповедовать Слово Твое, наполни их сердца и уста присутствием Духа Твоего Святого. Говори слова жизни, Господи, свои к нашим сердцам. Благослови поющих, благослови всех участвующих в служении, благослови всех присутствующих, Господи, чтобы нам приблизиться с сердцем своим к Тебе, чтобы нам размышлять, Господи, о путях Твоих, об истине Твоей, о Слове Твоем, Боже, о самих себе, Господи, о нашей жизни, о нашем пути, как он перед Тобою, Господь. Благослови нас, Боже, мы нуждаемся в Тебе. Благослови все служения в Церкви, которые сегодня проходят. Все, Господи, школы воскресные благослови, да пребудет благодать Твоя святая над детками, благослови учителей воскресных школ, да пребудет рука Твоя, милость и благость Твоя над народом Твоим, мы нуждаемся в Тебе, Господь, и мы знаем, без Тебя мы не можем делать ничего. Но если Ты благословишь, Господь, мы будем благословенны, мы будем переживать благодать Твою, мы будем переживать присутствие Твое. Наше сердце будет, Господи, ощущать эту радость, умиление, Господь мой, ослышание Слова Твоего. Да будет имя Твое святое, оно будет прославлено и возвеличено в этом служении. Хвала Тебе, поклонение Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы споем вместе гимн номер 167. «Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего». Номер 167. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, Дух прикует Твой, только под рукой Всевышнего. Только в Иисусе, только в Боге, не устрашусь я ничего. Только в Иисусе, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит труд, только под рукой Всевышнего. Ближе отчинок, вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Только в Иисусе, только в Боге, не устрашусь я ничего. Только в Иисусе, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Ближе отчинок, вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Ближе отчинок, вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Ближе отчинок, вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Слава Господу! Только в Иисусе, только в Боге, наша радость и счастье, слава Ему. Друзья, я рассуждал над одним местом Священного Писания, вчера оно тоже как раз на братском служении упоминалось. И я сегодня еще хочу прочитать эту историю и нам напомнить, чтобы Господь нас благословил, укрепил. И мне вспоминается Евангелие от Матфея, 14 глава, Матфея 14, 22. История, когда Иисус шел по воде. Матфея 14, 22. И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус туча заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус туча спростил руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем Ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали, истинно, Ты Сын Божий. Мы видим, друзья, такое событие, которое произошло в жизни учеников. Христос говорит своим ученикам, переправьтесь на другую сторону, пока Я отпущу народ. Тут возникает вопрос, Господи, а как Ты? А как Ты потом переправишься, если мы без Тебя? Но обратите внимание, друзья, что Христос отпустил народ и пошел вечером помолиться. И потом, находясь в молитве, Он уже понимал и знал, что ученики находятся в опасности. Написано, что в четвертую стражу пошел к ним, идя по морю. В древности ночь и день делились на три части, но во времена Иисуса Христа их стали делить на четыре части. И были ночные стражи и дневные. Вечером Христос сказал, переплывите. И в четвертую стражу, это где-то с трех часов утра до шести утра. То есть Христос почти, друзья, всю ночь, большую часть ночи провел в молитве, в общении с Богом. Это хороший пример для нас, чтобы мы, друзья, нуждались. Мы люди, у нас силы меньше, но чтобы мы нуждались также в общении с Богом и старались проводить как можно больше времени с нашим Творцом в молитве, в общении. И написано в четвертой страже, пошел к ним, идя по морю. Вы знаете, друзья, я рассуждаю над этой историей и думаю, когда Христос сказал, переправьтесь на ту сторону, он не говорил, что у вас все будет хорошо, будет попутный ветер, он просто сказал, переправьтесь. Но мы видим, что ветер был противный. Ученики держались за весла, но было тяжело, было трудно, и они уже были где-то всего лишь на середине. И я думаю, что они переживали, они понимали, что нет Христа с ними, он где-то там на земле остался. Но знаете, как, друзья, бывает, что мы в своих трудностях, переживаниях порой точно так же не видим Иисуса. Но Он был рядом, Он шел по воде, и когда они увидели Его, встревожились и испугались. Но, друзья, Христос был рядом, слава Богу. Вы знаете, я рассуждаю над этой историей, рассуждаю над этой историей, понимаю, что наша жизнь, наша жизнь, она подобна этому плаванию. Когда мы должны переправиться на другую сторону, наш путь небеса, и от этой земли, друзья, мы идем в небеса. Наша жизнь полна трудностей, и они будут, и испытания, и их не миновать. Но Христос сказал, переправьтесь. Наша задача, друзья, очень сильно держаться за весла и не останавливаться. Не останавливаться, но продвигаться вперед, на тот берег. Будут трудности, будут переживания, и порой в жизни, друзья, мы видим это, что бывают такие ситуации, когда мы понимаем, что все. Нам кажется, что и Бога нет рядом, и Христос где-то, Он нас не видит. Но, друзья, когда мы смотрим на всю бурю и переживаем, тогда действительно порой мы не видим Бога. Но когда стоит чуть-чуть только оторвать свой взгляд от этой земли и посмотреть хотя бы на горизонт, или же чуть-чуть выше, в небеса, друзья, мы видим Христа. В каждой ситуации жизни Он рядом. Христос никогда не говорил, что у вас в жизни будет все хорошо, и будет попутный ветер, и плавание будет хорошим. Но Он обещал одно – Я никогда не оставлю вас и не покину. Во всех трудностях ваших и переживаниях Он будет с нами, так как Я возлюбил тебя, и ты дорог мне. Слава Богу! Друзья, Он любит тебя и меня. И вот мы видим, друзья, когда наша жизнь, мы в этом море, среди этого мира, наше плавание, оно порой бывает с затруднениями и с трудностями и переживаниями. Христос рядом, но Он, друзья, допускает это в нашей жизни для того, чтобы мы чему-то научились, чтобы научились больше доверять Ему, чтобы наша вера возросла. Вот представьте себе, когда ученики увидели Христа, и Петр говорит, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Христос говорит, иди. И Петр идет. И вопрос, какая вера у Петра? Он идет по воде. Но, друзья, в глазах Божьих было все совсем не так. Христос говорит ему, зачем ты усомнился, когда Петр начал тонуть? Петр увидел все вокруг и начал тонуть. Друзья, как важно в нашей жизни никогда не терять Христа из нашего вида. Не терять Христа, но видеть Его впереди идущим. Или, как Давид говорит, Он всегда, одеснуй меня, Он рядом. Как важно нам всегда, друзья, своими глазами искать Его в любой ситуации. Как важно нам смотреть, где идет Христос. Друзья, Он рядом. Он рядом, порой мы смотрим на волны, мы переживаем, мы смотрим на бурный ветер, на противный ветер, но Он рядом. И смотрите, когда Петр, он говорит, посмотрел на Христа, он забыл уже, что они в трудностях. Он говорит, Господи, повели. И Христос говорит, иди. Слава Богу. Действительно, друзья, как это важно, как важно в нашей жизни всегда видеть Бога. Когда мы свой взгляд, друзья, отрываем от Христа и уводим куда-то в сторону, мы неизбежно встретим идола. Или увидим еще что-то и нечто. И порой можем попасть в трудность и переживание, и в проблему. Но как важно смотреть на Христа. И, друзья, мы смотрим дальше, что Христос, Он поддержал Петра. Они вместе вошли в лодку, и ветер утих. Слава Богу. Друзья, с Богом порой даже самые сильные бури в нашей жизни, переживания, они так быстро утихают, когда Христос приходит. Как важно. Как важно, друзья, нам любить Бога всем сердцем и всей душою. И понимать, что бы ни случилось в нашей жизни, какое бы ни было трудное наше продвижение по этой жизни, или в нашей жизни, Господи, будь рядом. Иди всегда впереди. Держи за руку. Когда Христос взял Петра и вошли в лодку, ветер утих. Слава Богу. Друзья, когда мы на правильном основании, когда наши ноги стоят на том основании, где Бог поставил нас, что даже если Слово Божие, говорит Исаия, пишет, враг придет, как река, то дуновение Господа прогонит его. Слава Богу. И действительно, да поможет нам Бог в нашей жизни понимать, что как важно, как важно видеть всегда впереди идущего Бога. Как важно держаться за Него. Как важно, друзья, молиться. Как важно надеяться и верить, и не сомневаться в своей жизни, что Он рядом, Он любит. Столько обетований Господь оставил для тебя и меня. Особенно вот это, друзья, мне очень нравится. Повторяю сам себе. Я во все дни до скончания века с вами. Аминь. Слава Богу. Действительно, как это важно. И в нашей жизни, друзья, порой, порой бывают разные ситуации, когда нам кажется, что определенная гора, трудности или препятствия, или буря возникает в нашей жизни, и мы теряемся. Мы теряемся и переживаем. Но Божья любовь настолько велика, что порой, друзья, великие бури, великие горы, оно все так быстро проходит. Так быстро исправляется ситуация. Так быстро в нашей жизни все меняется. И мы начинаем благодарить Бога. Почему? Потому что, друзья, Он оставил славу неба. Пришел на эту землю, возлюбил тебя и меня, когда мы еще не знали Его. Отдал свою жизнь за тебя и меня. Мы дороги. И в Его глазах написано в Своем Божьем, дорога даже смерть в святых глазах Божьих. Слава Богу! Друзья, мы дороги Христу. Мы дороги Ему, потому что, друзья, Он заплатил великую цену. Слава Ему! Благодарю Бога моего, друзья. И дальше, смотрите, если мы рассуждаем о том, что Господь, Он так сильно любит нас, друзья, то что есть невозможное для Бога? Нет ничего. Вы знаете, если вспоминать все события от начала творения человека до конца, сколько было разных ситуаций в жизни наших братьев и сестер, как Бог выходил навстречу народу израильскому, то сердце переполняется радостью и думаешь, «Господи, как Ты сильно любишь нас! Что такое человек, что Ты помнишь его? Что такое Сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Друзья, мы маленькая крупица, но в глазах Божьих мы дороги. Слава Богу! И обратите внимание, сколько ситуаций было в жизни. Например, такая ситуация, когда Иисус, Сын Навин, говорит «Стой солнце над Гаваоном!» Это вообще по-человечески невозможно. То есть, фактически, солнце, написано, не торопилось к закату почти целый день. Что это? Это неимоверные, друзья, события. И по-человечески их нельзя объяснить. Все законы природы, они смиряются перед Богом. Друзья, когда Бог любит нас. Порой, друзья, такие ситуации происходят в жизни, и народа израильского, тоже было столько ситуаций, когда Моисей бьет скалу. Когда Моисей действительно делает это дело, и вода идет из скалы. Когда манна падает с неба, и народ израильский собирает ее. Когда во время всего путешествия одежда не ветшает, и обувь не снашивалась, и болезней не было. Когда действительно стены Иерихона, они по семидневном обхождении падают. И вроде бы говоришь, как это возможно? Но, друзья, с Богом это возможно. Когда воды Черного моря, они расступаются, и Ордан останавливается. Когда Елисей стоит на стене и видит полчища вокруг города, и говорит, с нами больше. Слава Богу! И действительно, друзья, когда Изекия царь, он был болен, и Бог исцелил его. Он говорит, прости знамение, что сделать тебе, пройти ли солнцу вперед или вернуться назад. И написано, вернулось солнце на десять ступеней назад. Это заметили, и пришли к Изекии спросить о этом событии, о этом знамении. Друзья, Бог так сильно любит тебя и меня. Сколько много ситуаций было в жизни, когда Гедеон и 300 человек прогнали великое полчища. Когда, друзья, Бог, сам Иисус Христос уже в Новом Завете говорит, закиньте сети по всем правилам, но там нет рыбы, но закидывают сеть. И большой улов, слава Богу! Когда слепой видит, хромой идет, немой начинает говорить. Друзья, с нашим Богом возможно то, что невозможно без Него. Все законы природы, может быть, все, что мы понимаем и как мы разумеем, оно все подчинено Ему. Друзья, мы имеем великого Бога, Который любит тебя и меня. Который, смотря на нашу жизнь, Он всегда рядом. Друзья, всегда рядом. И если надо, возьмет на руки и понесет слава Богу. Как это приятно осознавать. Как понимаешь, когда понимаешь, что ты служишь такому великому Богу, Который любит меня, тебя. Слава Ему! И, друзья, да поможет нам Бог. Да поможет нам Бог в нашей жизни всегда уповать на Него. Во всех наших трудностях и переживаниях, если, друзья, очень тяжело обращаться к Нему и сказать, Господи, скажи только слово, повели. Друзья, и Господь скажет, иди. И встал Петр, и пошел, слава Богу. Пошел по воде. И когда Христос взял его за руку, они вернулись назад. Все прошло, и буря утихла. Слава Господу! Друзья, да поможет нам Бог в нашей жизни благодарить Бога за Его великую любовь к нам, доверять Ему еще больше. И, друзья, если надо, если надо, я понимаю и люблю это говорить, если надо, то Бог может изменить многое в жизни нашей и вокруг. Бог может заставить крутиться землю в обратную сторону ради избранных Его детей. Слава Ему! Слава и Господу! И да поможет нам Господь, друзья, обращаясь в этой молитве ко Христу, доверять Ему и говорить, Господи, благодарю Тебя за те благословения, которые Ты даровал нам, за те обетования. Слава Тебе! И помоги нам быть верными Тебе всегда, в своей жизни, чтобы мы всегда были в правильном положении, чтобы наше сердце было чистое, мы не имели никакого препятствия и не имели никакого разрыва в отношении с Богом. И когда, друзья, все будет хорошо, Господь, Он будет действовать и благословлять нас. И если надо, Он скажет и повелит, иди, и вода, друзья, будет держать Тебя. Слава Богу! Обратимся к Господу, прославим Его и помолимся, чтобы Он благословил нас еще больше на этом месте. с Грозимою, в Минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть Одну молитву чудную Твержу я наизусть Одну молитву чудную Твержу я наизусть Есть сила благодатная В луче слов живых И дышит непонятная Святая прелесть с ним И дышит непонятная Святая прелесть с ним С души как бремя скатится Сомненья далеко И верится, и плачется И так легко, легко И верится, и плачется И так легко, легко Субтитры создавал DimaTorzok Теснится ль в сердце грусть Теснится ль в сердце грусть Одну молитву чудную Твержу я наизусть Одну молитву чудную Твержу я наизусть Есть сила благодатная В созвучье слов живых И дышит непонятная Святая прелесть с ним И дышит непонятная Святая прелесть с ним С души как бремя скатится Сомненья далеко И верится, и плачется И так легко Сущий наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила, и слава Во веки. Аминь. Аминь. Споем гимн номер 397 Все Иисусу отдаю я Номер 397 Все Иисусу отдаю я Вескину принадлежу Упопавание и смирение Предменцом его хожу Все я отдаю Все я отдаю Все тебе, Бог Иисусу Иисусу отдаю я Все я отдаю Все Иисусу отдаю я Все я отдаю Все я отдаю Все я отдаю Все Иисусу отдаю Все я отдаю Все я отдаю Все Иисусу отдаю я Здесь хочу Все я отдаю Все Иисусу отдаю я Иисусу отдаю я Все Иисусу отдаю я Все Иисусу отдаю я Все Иисусу отдаю я Мне радость Мир и радость дал святую Слава! Слава! Бог и Иисусу отдаю я Все я отдаю Все я отдаю Все я отдаю Все тебе, мой Иисусубитель Субтитры создавал DimaTorzok 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 двери, они открыты, и сегодня Господь стучится в наши сердца. Прекрасное здание, приятно, уютно, хорошо, спокойно выспались, пришли, никто не тревожит. Дорогие друзья, настанет время, когда все это останется в памяти, но сегодня мы должны дорожить этим чудесным временем, которые Господь дает нам. Поэтому сегодня мне хочется прочитать один стих, чтобы нам немножко порассуждать о наших путях, о путях Божиих, о том, что сегодня Дух Святой через Священное Писание Он хочет направить нас. Буквально совсем недавно у нас в служении читалось это место, мне его сегодня хочется повторить. И вчера у нас было чудесное братское служение, и было вчера сказано очень много слов, что человеку нужен Бог. В пятницу мы также слышали некоторые слова, друзья, что многие люди, они не задумываются с Богом, как с именем, они знакомы, они знакомы с Иисусом Христом, но вот представят мысль такую, что человеку нужен Бог. Ну, люди многие говорят, конечно, Бог нужен тогда, когда какая-то тревога, какие-то проблемы, тогда человек, он способен, и тогда даже в сердце его расположено Бога искать, чтобы Господь помог, протянул руку помощи. Мы слышали этот случай, когда Петр смотрит на Христа, когда, и вчера мы слышали, друзья, когда эти чудесные слова, Петр смотрит на Христа, и вы знаете, идущего по воде, и Петр идет по воде, это по-человечески, это невдобовразумительное что-то, но мы видим, есть путь Божий, и есть то желание Бога, чтобы Господь показал человеку вот именно силу его, и когда глаза Петра, они были направлены на Иисуса Христа, идет Петр по воде, наверняка сердце, знаете, в груди оно бьется сильнее прежнего, ведь это же чудо такое, вы представляете, сам учитель идет, а я иду по воде ему навстречу, где такое еще будет видано или сказано, это была сенсация, а потом наступило то, где кончается Божие, Христос сказал, иди, а потом наступило время человеческое, когда человек, он посмотрел на то, что окружают его, он посмотрел, может быть, на это волнение этой воды, он посмотрел, и очевидно, в сердце его пришли мысли какие-то, и он начал утопать, то есть, друзья, мы неоднократно слышали, что взор Петра, он пошел в другую сторону, он смотрел на какие-то совершенно другие вещи, но здесь произошло нечто, Христос был рядом, и когда Петр стал кричать, Господь протянул ему руку, но еще самое ценное, когда они вместе вошли в лодку, Христос Петру не сказал никакого неукоризненного слова, он всего лишь навсего сказал, маловерный, маловерный, зачем ты усомнился, почему ты усомнился, и вот мы видим, друзья, теперь эту истинную причину, не в том дело, что там вода, она потеряла силу держать Петра, нет, не в том дело, что там волнение было какое-то, совершенно нет, Господь сказал, иди, и иди по воде, и немало не сомневаясь, но тут пришло человеческое в сердце Петра, зачем ты усомнился, зачем ты усомнился, от этих слов, друзья, можно сделать какой-то вывод, что все-таки, когда человек, он смотрит, не куда-нибудь, а смотрит на самого Господа, смотрит на Христа, не обращая внимания ни на что, давайте мы, друзья, может быть, вспомним такие моменты, когда в своей жизни мы однажды пришли к Богу, когда в сердце своем мы пережили милость и любовь Господа, давайте вспомним, может быть, наши эти тайные молитвы, которые мы совершали в нашей, может быть, потаенной комнате, мы открывали свои желания Богу, мы говорили, Господь, я хочу, Господь, я хочу, и несмотря ни на что мы шли вперед, нам было все равно, что будет с нами, нам даже было все равно, как о нас подумают люди, нам было все равно, как они будут смотреть на нас, а тем более, что они будут говорить про нас, нам было все равно, потому что встретившись однажды с Господом, увидев и пережив на себе Его милость, мы шли вперед с торжеством, с поднятыми руками, глаза наши смотрят на Господа, и мы радуемся, встречаем на улице друзей, мы говорим говорим им о Господе, ни грамма не стесняясь, ни грамма не сомневаясь ни в чем, и мы говорили им, я стал христианином, я познал Господа, я хожу в дом молитвы, приходи и ты, и вы знаете, нам хотелось всех, всех которых вот видим людей, всех остановить и всем рассказать о Господе, но потом почему-то приходит такое время, мы может быть встречаемся с друзьями, может быть, вы знаете, нету той ревности, может быть, какой-то, вы знаете, страх пришел, может быть, какое-то стеснение пришло, и интересно, откуда оно пришло, раньше я был таким боевым человеком, а потом почему-то мне какое-то пришло равнодушие, не в том дело, что я боюсь я кого-то или стесняюсь, нет, но нету этой ревности, нету этого свидетельства, не таким я стал горячим и пылким по отношению к Господу. Петр, когда смотрел на Христа, когда он говорил уже о своем последних днях, он говорил, Господи, да я с Тобою, да даже если все от Тебя отрекутся, Господи, вот я, который от Тебя никогда не отрекусь. И всего лишь навсего, всего лишь навсего, находясь немножко в стороне, подошел один или одна, говорят, точно ты тот, который был с ним. И здесь вот так вот, если посмотреть на эту картину, подумают, Петр, ты ли это? Или тебя кто-то подменил? Второй такой же самый момент, божиться и клянется, не знаю этого человека. Вопрос, что с Тобою случилось? Что в тебе это поменялось? Но вы знаете, друзья, да, много можно приводить этих примеров, но мне хочется сегодня вернуться вот к этим чудным словам, которые Христос сказал Петру. Когда он взял его за руку, они вошли в лодку, и мне хочется еще раз повторить эти слова, он его не укорил. Он сказал эти чудные слова, зачем ты усомнился, маловерный? Он не ругал его, он не показывал его, ведь у него были планы на этого человека, но он потихонечку подходил к сердцу Петра, он разговаривал с ним, и сердце Петра, оно также было открыто. Вы знаете, друзья, у нас повторяются подвиги иногда в жизни нашей, когда касается нас Дух Святой, может быть, действительно у нас совершаются эти молитвы покаяния, моления, прошения, Господи, ведь я помню, каким я был и каким я стал человеком. Мне сегодня хочется прочитать один стих, хорошо знакомый нам, который, вы знаете, он, я надеюсь на то, что он коснется нашего сердца. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 5 стих. Недавно мы его слышали. Чтобы вера ваша, она утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Итак, мы видим, друзья, вера, вера в человеке. И это вера, которую однажды с помощью Господа Господь подарил нам эту милость, Господь коснулся нашего сердца, Господь коснулся струн нашей души. И мы почувствовали, как благ Господь. Мы почувствовали, что этот камень греха, эта старая жизнь, она стала нам противной. И мы пошли за Господом. И вот Господь, как маленького ребенка, взял за руку и повел его, как этого Петра он взял за руку и вытащил из этой воды. Я не дам тебе утонуть. Поставил его в лодку и сказал, не надо сомневаться во мне, не надо сомневаться в моей силе. Нужно веровать, нужно смотреть, потому что я есть тот источник. Я есть тот источник, в котором сила, в котором благословение, в котором всякое утешение. Мы слышали в пятницу эти слова, что человеку нужен Бог. Человеку нужен Бог, потому что все, что здесь связано с этой землей, друзья, оно все временное. Оно приходящее и оно уходящее. Любовь человеческая, она имеет силу, но это все временное. Силы, они имеют какое-то определение, они кончаются. И когда кончается все это человеческое, есть Господь, есть этот источник силы, есть этот источник веры. И поэтому человеку нужен Бог. Человеку нужен Бог, потому что именно когда Бог живет в сердцах наших, мы слышали эти слова. Когда там живет Бог, а Бог это есть любовь. Бог есть этот источник этой любви. Терпение, силы, радости и всякого утешения. Когда ученики шли в МАУС, разочарованные. Когда они слышали, когда они видели и когда они узнали об этом, о прошедших этих событиях, вот происходящих. Они идут и вот Христос присоединяется к ним. Ведь понимаете, друзья, многие люди торжествовали, срывали ветви, они встречали Христа. Ученики ликовали, радовались. Я уверен, что они были горды тем, что с кем они рядом стоят, с кем они в лодку заходят, с кем они за одним столом, так будем говорить, сидеть, хотя они возлежали. С кем они находятся вместе. Это была гордость. И потом обратите внимание, что происходит с людьми, что может происходить с людьми. Мы сейчас прочитали человеческая мудрость. И вторая сторона, и вторая сторона, которую мы прочитали, это сила Божия. И вот Христос, Бог через своих мужей обращается к нам. Он говорит эти чудные слова, чтобы вера ваша, она утверждалась. И вот Христос пытается завести разговор с этими учениками, которые идут, разочарованные во всем. И когда присоединившись, разговаривая с ним, он говорит эти слова, они говорят Христу такие слова. А мы думали было, что он есть тот. То есть это были уже слова. А мы думали было, что это было когда-то. Мы думали. А теперь оказывается, что он совершенно не тот. Конечно, друзья, смотря на всю эту картину, человеческим разумом это просто было не понять то, что произошло Сыном Божиим. Если действительно ты Сын Божий, многие люди кричали. Может быть, эти ученики, они стояли со стороны и слушали эти слова. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Но если ты не Сын Божий, ты останешься там на кресте. Какая сила, она тебя освободит. Но если именно ты Тот, за Которого Себя выдаешь, и если ты действительно Тот, и имеешь Того, Которого называешь Отцом Своим, и если ты действительно Сын Его, то как любящий Отец, как любящий Отец, Он не даст этому позору. Как любящий и всемогущий Бог, Он избавит тебя. Он избавит тебя от этих страданий. Но если Он не Твой Отец, а ты не Его Сын, ты останешься на кресте. Вы представляете, друзья, вот положение Иисуса Христа, будучи Сыном Божиим, молясь Отцу Своему Небесному, здесь стоял выбор или поступить по просьбе человека, или чтобы действительно произошло это возрождение, или чтобы на этом месте была сила Господня, которая в последующие дни и годы и тысячелетия, оно пройдет по многим сердцам человеческим, где сила Божия, она коснется их. Воскресение Иисуса Христа. Сегодня воскресение Иисуса Христа. Оно, я даже не знаю этой цифры, сколько, оно, вы знаете, побудило сердца человеческие, склониться пред этим Богом. И сегодня наша цель, не просто мы говорим об этих страданиях, мы не просто говорим, вы знаете, что был такой Сын Божий о смерти, но мы говорим о Его воскресении из мертвых. И мы говорим, что да, был день, когда на эту землю сам Господь в лице Иисына Своего, Он пришел на эту землю. Он ходил по этой земле, проповедуя эту благую весть. Это Евангелие, это чудное учение, где оно приводит человека к Богу. Не каким-то обрядом, не какому-то другому служению, но оно приводит к познанию самого Господа. Если нужно было делать то и то, то наступило время, когда человек не только совершает что-то, но это происходит внутри у человека. У человека происходит это поклонение прежде всего в сердце человека. Вера в Бога, она происходит в сердце. Это не то служение, где я обязан, я должен, мне нужно. Но здесь происходит у тебя поклонение к Богу во все времена года. 24 часа в сутки, где человек постоянно он поклоняется Отцу Своему Небесному. Поэтому, очевидно, были такие случаи, где люди, принимая с радостью, с ревностью, они принимали Господа, но потом они и уходили от Господа. Как-то так оно очевидно получалось, они быстро приходили и, к большому сожалению, очевидно, они быстро и уходили от Господа. И вот здесь апостол Павел, он выражает эту мысль, чтобы не было в жизни у человека такого положения, что человек сегодня горит к Богу, а потом, допустим, вечером или на следующий день, каким-то образом, человек сидит, смотрит на себя и думает, а правду ли я верующий? Вы знаете, к большому сожалению, некоторые люди, члены церкви, они задают вопрос, Господи, а вообще Ты есть или нету? Братья и сестры, апостол Павел дает нам мысль, он дает направление, чтобы вера наша, она утверждалась, она укреплялась. Есть какие-то первоначальные шаги, когда человек приходит к Богу, но на этом останавливаться нет никакого смысла. Это не путь христианина, это даже не путь Христа, путь христианина из силы в силу и из веры в веру. Это когда человек, он в жизни своей приходит к Господу, Бог открывает ему свое имя, Господь показывает ему. Но вы знаете, друзья, здесь есть одно положение, на которое мы должны с вами обратить внимание. Бог никогда, Бог никогда, ну простите за это грубое слово, он не ворвется в жизнь нашу. Все, что мы знаем, это книга Откровения, она говорит, 3 глава, сестаю у двери и стучу. Если откроешь, я войду туда, но если я уже войду туда, мы сотворим там вечерю. Это прекрасное общение, это прекрасные беседы. Ты просто будешь торжествовать, всего лишь навсего. Услышь этот стук, открой двери твоего сердца и разреши мне туда войти. Поэтому, друзья, читая эти чудные слова, чтобы вера наша, она утверждалась, мы прекрасно понимаем, что вера наша, она должна утверждаться. И в жизни у нас не должно бы таких моментов. Сегодня я силен, а завтра я бессилен. Сегодня вера ко мне пришла, а завтра куда-то она ушла, вера, и я не знаю, куда она пришла. Мне приходится искать ее. Если человек однажды пришел к Богу и уверовал, и если человек однажды пришел и вкусил, как благ Господь, он никогда не оставит Бога. К нему могут приходить какие-то мысли, может, вы знаете, восставать плод его, но там будет сила Божия при одном условии, что сам человек, что сам человек он положил в сердце своем. Вот просто, понимаете, друзья, помоги нам Господь понять эту мысль. Человек положил в сердце своем такое желание познать путь и силу Божия, путь этой истины и путь силы Божией. И когда человек положил это в сердце своем, Господь ему выходит навстречу. Господь ему открывается, потому что это как раз есть тот путь. Путь христианина – это путь Христа, это путь добродетели, когда человек, он ищет Господа, он положил в сердце своем. Господь, кто ты? Чтобы я веровал в Тебе, чтобы никогда человек не сомневался. Мы недавно слышали эти слова, когда он уснул, когда ученики сделали все возможное, и когда успокоился этот ветер, когда успокоились эти волны, эти же самые ученики, они смотрели на него, и вы представляете, они говорят эти слова. Кто это может быть? Кто это может быть, что и ветры, и волны, они повинуются ему? Понимаете, друзья, сомнение, сомнение приходит. Поэтому я благодарю моего Господа, что Господь сегодня дает нам время хорошее, чтобы нам сегодня укрепиться в вере, чтобы нам сегодня познать нашего Господа, чтобы нам действительно положить в сердце свою мысль, положить в сердце свою мысль, чтобы и желание, чтобы нам познать силу Господню. И когда человек положил в сердце свою мысль, он достигает этой цели, он находит, Господь ему помогает и достучаться, и он помогает найти. У нас часто в жизни, друзья, есть какие-то цели, есть какие-то мысли, которые мы положим в свое сердце. Я уже неоднократно рассказывал этот случай. Он глубоко лежит в моем сердце. Я некоторое время находился в какой-то суете. Ну не то, что там в суете, а просто забота была, одна работа была. Я настолько был увлечен этой работой, что потом куда-то я вечером, сейчас не помню, куда-то я еду на служение, вечером я еду и чувствую, что я сегодня не сделал. Что я сегодня не сделал, что я что-то у меня не хватает. И я вспомнил, я забылся покушать. Я забылся покушать, потому что я был настолько увлечен. У меня была цель, у меня была цель вот это сделать, а потом ехать на служение. И настолько была цель близка, настолько она была в моем сердце, что я буквально все забыл. Я забыл, что я не кушал, но я достиг своей цели. С радостью я еду дальше на служение, сердце моё ликует, а плоть моя говорит, ты что-то сегодня не сделал. Поэтому, дорогие мои друзья, мы недавно слышали такую мысль, она мне очень понравилась, что человек, он много слышит, человек, он много читает, он слышит эту информацию, слышит много свидетельств. И когда человек, он читает, что-то смотрит, от кого-то слышит, сердце, оно сокрушается, человек радуется, славит Господа. Но это все временное. Это все ты услышал, ты получил, тебя коснулось, с твоих глаз потекли слезы. Но есть то, которое называется не временное, а постоянное, постоянное пребывание в Господе. Это тогда, когда человек, он не пропускает ничего через свой разум. Я уже рассказывал, приводил этот случай. Одна из, когда-то была у нас членом, одна сестра, и она говорила, мысль такую, когда я пришла к Господу, когда я начала читать Слово Божие, я пыталась все пропустить через свой разум. Как это может быть? Как это может случиться? Как это может оно все происходить? Человек был начитанный и грамотный. И когда я читала, и когда я сравнивала, ко мне приходили противоречия. Так не может быть. Так не может быть. Но тут написано так. И я хочу поверить Слову Божьему, но по-человечески так не может быть. И вот мы читаем эти опять чудные слова, где апостол Павел говорит, есть человеческая мудрость. Она действительно, эта мудрость человеческая. Да, действительно, человек он достиг. Человек что-то раскрыл. То, вы знаете, где нам, может быть, простым людям, не ученым, нам некоторые вещи просто не понять. Когда смотришь на некоторые вещи, вот просто думаешь, как можно было такое создать. Как можно было вот это вот все, вы знаете, в этом виртуальном мире, вот это все передвигать, счета оплачивать. Не ходишь ты никуда. Ты сидишь дома, заказываешь, тебе домой привозят, оплачиваешь счета. Все это дома делается. Как это может быть, что ты не стоишь с утра, не занимаешь очередь? Есть человеческая мудрость. Но вы знаете, друзья, как мы уже вначале слышали, все это приходящее, все это стареющее, и оно все уходящее. Но второе положение, но когда вера, она утверждается на силе Божией. Когда человек положил в сердце свое эту мысль, такие простые слова, такая простая истина, положил в сердце мысль найти, искать лица Господа, познать Божью силу и Божью благодать. Друзья, кто испытал это в жизни своей, ему не надо сегодня говорить, что Бог прощающий, Бог милующий. Господь может, Господь способен. Он сам может сегодня проповедовать, он сам сегодня может говорить, что да, действительно, если кто-то по наслышке уверовал и по наслышке много знает, тот, что Господь силен, я в жизни своей испытал это. Я знаю, что Бог любящий, Бог прощающий и Бог милующий, потому что однажды в жизни своей у меня была с Ним встреча. У меня была с Ним встреча, и Господь меня благословил своим присутствием. И когда человек, он, ищет лица Господнего, ищет познания и глубины Божьей, стучите, просите, ищите, Господь, кто Ты есть на самом деле. Я знаю, что Ты Бог мой, Спаситель моей души, но Павел однажды сказал такие слова, не достигну ли я Тебя. И вот эта вот мысль, достичь Господа в жизни своей, изо дня в день, из силы в силу, из веры в веру, это интересный вопрос, а что это такое? Неужели моя вера в Бога, она заключается в том, чтобы ходить в церковь? Ведь, друзья, есть одна опасность, ты верующий, да, а в чем оно выражается? Я хожу в церковь, я читаю Слово Божье, и я молюсь. Неужели в этом заключается вера в живого Господа? Из силы в силы, из веры в веру, где человек, он потихоньку идет по знанию Господа, когда человек, он постигает и познает силу Его воскресения. Вы представляете, друзья, человек живет на этой земле, но Господь сказал, имена ваши записаны там, в книге жизни, слава нашему Господу, вы ныне мой народ, народ святой, люди, взятые в удел, вы не просто люди. Да, друзья, мы ничем не отличаемся. Когда был вылет, этот елей на голову Давида, он пошел заниматься своей работой дальше. Он не был похож на этого царя. Он не был похож, он не побежал к Саулу, он не сказал, уходи, меня сегодня помазали. Он продолжал делать работу свою. Он продолжал тут делать работу, которую отец доверил ему. Но пришло время, пришло время, когда этот человек, помазанный однажды Богом, на это чудное служение, он сел на этот престол. Он не был похож, короны не было на его голове. Может быть, он продолжал играть с мальчишками, с какими-то, но это был помазанный Богом человек. Поэтому, друзья, помоги нам Господь. Помоги нам Господь никогда не сомневаться. Помоги нам Господь, когда мы ходим среди этих людей. Да, иногда приходят наши мысли, Господи, я ничем не отличаюсь от этих людей. Они потеряли работу, я потерял работу. Они страдают, я страдаю. Он заболел, и я заболел. Господи, так где же ты? Есть ли я твой сын? Есть ли твоя дочь? Где твоя сила? Неужели в этом Господь? Неужели в этом Господь? Господь в сердце. Господь – это живая надежда. Господь – это живое упование. Господь – это тогда, когда этот человек, который потерял все. Можно сказать, потерял детей, потерял все то, что было богатство у него. И пришла жена к нему и сказала, ты до сих пор жив. Похули имя Господа и умри. Мало этого, близкие друзья пришли. Иов, что случилось? Иов. И в таком положении, даже не понимая, он говорит эти слова. Нах я пришел на эту землю. И нах я ухожу с этой земли. Был богатым. И я потерял практически все. Я все потерял. Но вот тут вот как раз, друзья, вера, вот тут вот как раз Господь в человеке. Да будет имя Господа Бога благословенно. Жив Господь. А если Он жив, жива будет и душа моя. Слава нашему Господу. Да укрепит всех нас Господь и благословит в своей милости и любви к нам. Споем вместе псалом номер 1348. Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу. Номер 1348. Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу. И в жертве праведной крови и в сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дарных звезд небес. Она сильнее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня. Дала покой и мир моей душе. Под мною облака проходят в вышине. И Божь любовь всегда со мной и изменяет мне. Любовь Христа превыше дарных звезд небес. Она сильнее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня. Дала покой и мир моей душе. Я слад в труде порой любви не совершен. Но мир его всегда со мной и нет в нем беремен. Любовь Христа превыше дарных звезд небес. Она сильнее всех светил земли. любовь Христа спасла от гибели меня. Дала покой и мир моей душе. Изменчив я но всегда все так же плав. Все так живут в своих словах все так любви силен. Любовь Христа превыше дарных звезд небес. Она сильнее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня. Дала покой и мир моей душе. христа душе. Христа Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Смыла грех твоя святая кровь Жизнь хочу тебе отдать Жизнь хочу тебе отдать В жизни есть и трудные минуты Всякое бывает на пути Но как только взор подниму к Богу Небо, вижу небо впереди Небо, голубое небо Так прекрасно знать, что там мой городок Небо, голубое небо Я хочу скорей, хочу скорей домой На земле я только лишь прохожий Что встречаю скоро Что встречаю скоро все пройдет Я свой взор направлю в небо к Богу Знаю, в небе ждет меня покой Небо, голубое небо Небо, голубое небо Я хочу скорей, хочу скорей домой Я хочу скорей, хочу скорей домой Небо, голубое небо Небо, голубое небо Небо, голубое небо Я хочу скорей, хочу скорей домой Небо голубое небо, Как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо голубое небо, Я хочу скорее, хочу скорее домой. Возлюбленные Господом, братья и сестры, дорогие друзья, я рад передать поздравления с Украиной, приветствую вам и хочу сказать мир вам. Эти слова обычно говорят в начале, но я и сейчас хотел бы сказать слова эти. Слушайте, братья моих, знаете, я назидаюсь, так и думаю, представляю в глазах свою картину, когда апостол Петр видит Иисуса, идущего по воде. И так, знаете, в сердце сомнение у него. Ученики скричали, думали призрак. А он говорит, Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде. Знаете, я представляю Петра, я живу близ моря, я знаю, что вода не держит человека, вот так ногами встать, то проваливается, понятно. Я дождь свою учил плавать, я показывал, что если телом лечь на воду и не двигаться, вода держит, но ноги, слишком маленькая опора, человек проваливается. Я представляю Петра, который знает хорошо это море, и он услышит слова Иисуса Христа, иди, он берется за край лодки, за борт, перелазит через борт, становится на воду. Он не нырнул туда в воду, знаете, он имеет намерение пойти по этой воде, и он делает движение, он делает действия. Я так подумал, в уме своем он еще держался за борт, но ноги его стояли и не погружались в воду. Возможно, он говорил, как это возможно, но он отпускает лодку и идет. Идет навстречу Иисусу. Я так думаю, что это есть тоже и насказание своего рода, что море – это суета, это пучина, это суета этого мира, это забота этого мира. Иисус всегда над заботами и суетою. Это да, но теперь человек в таком положении. И он пошел, знаете, пошел и видел Иисуса, идущего навстречу. Но когда отвел свой взор, он почему-то увидел противный ветер и волны. И то, что он увидел со стороны, оно поколебало его, знаете. Я хочу вам сказать, друзья дорогие, и себе в первую очередь, если встречный ветер, если тьма и бездна под ногами, если волны раскачивают нас, смотрите на Иисуса и идите. Навстречу ему. И цель будет достигнута. Слава Богу! Я сегодня хочу говорить на такую тему, интересная тема, она меня волнует, знаете, я хотел бы эту тему немножко раскрыть, и потом мы совершим молитву. Писание говорит так, это Галатам апостол Павел написал в 6 главе, стих 7 и ниже. «Делая добро, да не унывайте, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете». Скажите, друзья, как можно делать добро и унывать? Это возможно? Запросто, говорят. Возможно так, что мы можем делать добро, и видеть, что добро оборачивается к тебе не добром, а злом. Не унывай, не оставляй способность делать добро, продолжай его делать. Жатва будет. Только добро будем жать. Потому что мы делаем добро. Последний еврей, апостол Павел написал такие слова, похожие на эти слова. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Вы знаете, что много людей сегодня веруют, что есть Бог. У нас соседка через дорогу жила, и она видела, что много людей приходит на собрание, и когда звали ее, она всегда говорила, у вас такие люди ходят к вам чистенькие, такие интеллигентные, аккуратные такие. А мы же такие негодные, пьяницы, и так далее. «Как мы пойдем к вам?» Я говорю, и те были такими, как вы сейчас. Но мы лишь оправдались и осветились. И моя супруга говорила ей, знаете, ну, есть вечная жизнь еще. Кроме этой земной жизни, есть вечная жизнь. А она отвечала ей, так и говорила, «Света, послушай, я сто процентов уверен, что Бог есть. Я грамотный человек, я имею высшее образование, я вижу, что все вокруг само по себе не могло создаться, есть законы, которые положены законодателям. Но о вечности не говори ничего мне». Вот он умер, похоронили, и все. И даже приходило такое негодование, и обрезало все дальше разговоры. Ну, вот слушайте, что говорит Писание о воздаянии. Если мы откроем первую книгу царств, здесь первая она и повествуется о женщине по имени Анна. Муж ей был Елканна. Вы знаете эту историю, да? И знаете, она приходила на поклонение к Богу вместе с мужем своим, соперницей своей, у которой были дети, у нее не было детей. И та соперница унижала ее и обижала ее всячески. Та обижала, а Анна плакала. Но Бог не давал почему-то детей какое-то время ей. И вот она решается на такой шаг. Она однажды входит в храм туда, где входит, можно входить для молитвы, и стоит и молится. Молится тихо, шепотом, и молится долго, что прося у Бога. Священник увидел, это был Илья, он увидел ее и говорит ей, доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. Это был праздник. Евреи употребляли вино. Я бы подумал, она пилась, вот теперь стоит здесь. А Анна коротко так отвечает и говорит ему, Господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считай рабы твоей, негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илья и сказал ей, иди с миром. И Бог Израилев, исполни прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих, и пошла на путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Священник человек был не слишком близкий к Богу, мы дальше его историю знаем. Была проблема, он отошел от того служения, которое было в начале у него, когда Бог говорил, что он упрощит дом его. Но заметьте, он сказал слова, иди, Бог Израилев тебе ответит. Он знал или знал, что молящегося сердца сокрушенного Бог не презрит. Обязательно будет ответ. И она пошла с уверенностью, что ее молитва вошла в небо. Стих 20 говорит, через несколько времени зачала она и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, от Господа я и спросила его. Представьте, только буквально 9 месяцев назад, стоя в храме, она говорила Богу молитву, дала обет, она сказала, Господи, если ты мне дашь дитя мужского пола, я обещаю тебе, я отдам его тебе во все дни жизни для служения тебе. И вот теперь дитё её на руках у неё, выпрошенное у Бога. Она помнит этот обет. Мог собирается идти на поклонение Господу, проносить жертвы. А она сказала ему, своему мужу, я не пойду, пока я скормлю дитя грудью, а когда отнимут грудью, я его отнесу. Я отдам на все дни на служение Богу. Странно, но Елкана говорит, только когда утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Это ж и его сын, это ещё не рабочие руки в семье, но он заявляет, и он говорит, пусть Бог утвердит твой обет, твое обещание, обязательно его исполни, как ты говорила. Елкана ушла на поклонение, она осталась дома со своим ребёнком. Проходит время, она берёт малыша своего и приводит его к священнику. И говорит ему, господин мой, вот этот ребёнок, о котором я молилась тогда, из-за которого ты сказал Богу исполнить прощение сердца твоего, вот я провожу его к тебе, пожалуйста, возьми его и научи его служению Господу. Что это было? Это была жертва. А это то, что родное, это то, что близкое, вот так отдать к какому-то дяде чужому, тем более знали многие, что сыновья священника негодные люди, он своих детей не мог воспитать нормально, а тут отдаёт своего сына, которого выпросила, единственного сына пока ещё. Но она отдаёт, она обещала Богу, она знает, что Бог обязательно сохранит ребёнка этого, потому что она посвятила его ему. Слава Богу! Послушаем дальше. Вот Роксамуил служил пред Господом, надевали и фод, верхнюю одежду малую делала ему мать, его и проносила ему ежегодно, когда он приходил, когда приходил с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благоставил Ильи елкану и жену его и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу и пошли им место своё. Священник говорит этой женщине, да даст тебе Господь детей взамен этого, которого ты отдала Господу. И стих следующий, и посетил Господь Анну и зачал она и родила ещё троих сыновей и двоих дочерей. Другими словами, Бог говорит, ты мне одного даёшь, которого я тебе дал, а я тебе пятерых взамен отдаю. Занимайся, воспитывай, радуйся с ними. Что это? Я понимаю только так, что это воздаяние. Она от чистого сердца принесла Господу дитя своё и Бог, видя с чистого сердца её воздал. Слава Богу! Ещё одно место. Давайте вспомним событие в Санаме. Там была женщина, её называют Санамитянка. Она тоже была бездетная. И Елисей, и Пророк Божий, там часто проходил через Санам. И вот однажды эта глава 4-я книга царств, тоже 4-я книга царств, с 8-го стиха повествует так. В один день пришёл Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, всегда заходил туда и ел хлеб. Он не напрашивался к ней, знаете, он не говорил, у вас есть кусочек хлеба, я проголодался в пути, в дорогу, нет, он шёл, он знал, Бог его накормит. И сама женщина вызвалась, заходи, божий человек, заходи сюда, у нас есть хлеб, у нас есть хлеб, заходи. Он заходил, благодарил Бога за эту пищу, как мы делаем. Кстати, знаете, мне нравится, как евреи благословляют пищу, нравится так, они говорят так коротко, но так ёмко. благословен Господь Бог наш, даровавший нам хлеб от земли. Так коротко всё сказано в этой молитве. И там он ел хлеб. И эта женщина говорит мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. она не только видела одежду, которая у него, она видела, видимо, и видела общение имелое с ним, с этим человеком, она слышала его речи, его жизнь. И делает такое заявление, говорит, я знаю. Она даже не говорит, я верю или вижу, я знаю. Это человек святой. И дальше такое предложение мужу. Сделай небольшую горницу над стеной, поставь ему там постель и стол, и сидали, и светильник, и канал будет приходить к нам, пусть заходит туда. И отдыхает. Знаете, когда это сделала она, я понимаю, так приятно было и Елисею, что можно хоть немножко отдохнуть от путешествия. Тогда не было Жигулей, Мерседесов и так далее, автомобилей, лошадей. Он не ходил, он пешком ходил только, знаете. Но заметьте, когда она делает для этого человека, все это и видел Бог. И вот однажды Елисея лежит в своей кровати и говорит, Ези, позови эту сынометянку. и позвал ее и она стала пред Ним и сказал Ему, и сказал Ему, скажи Ей, вот ты заботишься о нас, что сделать бы тебе? Он не был в стороне всего, он хорошо видел ее заботу и говорит, вот ты заботишься о нас, чем тебя отблагодарить, что тебе сделать? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезе, да вот, сына нет у ней, а муж ее стар. И вновь сказал, позови ее опять. Приходится на митянка, встал на дверях и сказал он, через год, в это время, ты будешь держать на руках сына. И сказал она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И стала женщина беременную и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. Мы знаем дальше историю эту. Сын подрос, пошел уже к отцу на поле, была жатва и там начал жаловаться отцу, отец, голова у меня болит? Голова болит? Отец слуге говорит, отнеси его матери, отнес матери на коленях, до обеда скончался ребенок. И вот теперь действует женщина. Она берет ребенка, это войдет в ту скинию или ту комнату, где отдыхал пророк, ложная его постель ребенка, седает осла и едет к служителю, к Божьему пророку. Елисей убил ее издали, и говорит, это та сломитянка, где мы отдыхаем. Спроси у нее, все ли хорошо у нее. Она где есть, отвечает, я удивляюсь, но говорит слова такие, как бы неправильные слова. Да, все хорошо у меня. Но приходит к ногам, падает, пророк Божий плачет и говорит, просила ли я сына у Господина моего, не говорила тебе, не обманывай меня. Мы видим дальше действие. Пророк Божий берет на руки ребенка этого, просилается над ним, молится, нос к носу, глаза к глазам, рука к руке, согрелось тело ребенка, написано дальше, он чихнул и в конце концов он сел. отдал матери ребенка. Конечно, это была радость, живое дитё, но я не хочу на этом остановиться. Немножко дальше мы проходим еще, это уже восьмая глава, и здесь однажды Елисей говорит это женщине, сына, которого скресил, он и сказал, встань, пойди ты, дом твой и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на семь лет. И стала та женщина и сделала по слову человека Божия и пошла и дом ее и жила в земле филистимской семь лет. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. За семь лет кто-то приватизировал ее участок и дом ее. И она осталась ни с чем. Приходит к царю. Знаете, это не совпадение. В это время Елисей находится у царя и рассказывает об этой истории, когда Бог воскресил сына этой женщины. И увидел женщину, говорит, вот, это санамитянка, вот она есть, пожалуйста, царь спрашивает у нее о ее нужде. Она ему рассказывает и дальше видим, что царь зовет придворного одного и говорит ему, возвратить ей все принадлежащее ей и все доходят из поля с того дня, как она оставила землю и подыне. верните ей дом ее, верните ей землю ее, и то, что с земли брали люди, и это верните ей. А с чего начиналось? Позвала хлеба поесть, позвала в дом свой, сделали куточек небольшой для Божьего человека. Что это? Воздаяние? Теперь Новый Завет и будем молиться. Лука пятая голова, кто помнит ее? С первого стиха. Помните, да? Однажды, когда народ теснился к Нему, то есть к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Геницарецкого, мы можем представить картину, Иисус, масса народа, передние, конечно, слышат хорошо, разборчиво все, а задние не слышат, они напирают на передних, и в конце концов передний шаг вперед, и в конце концов Иисус у кромки воды, дальше идти некуда. Дальше Писание говорит, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошедший в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и семь учил народ из лодки. Это было примерно так. Мы не видим, Он не просит Симона отможен лодку в твою еду, ты не против, чтобы я забыл твоей лодки, нет, Он просто садится в эту лодку его, не спрашивая его разрешения. Еще и командует Симоном, отплыви немножко от берега. еще Иисус не был известен как Мессия, как Божий Сын, и мы не видим Симона среди слушающих, Он занимается своими рабочими делами, но Он послушен, отлывает немножко от берега, бросает якорь, и Иисус отчит народ с лодки. И далее история идет дальше в таком русле. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети твоей делово. Симон сказал ему, вед наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Всю ночь Симон своими товарищами гонялся за рыбой. Вы знаете, почему рыбу ловят ночью сетями? Она не слепая, она видит сети. Она видит и не идет в эти сети. Поэтому обычно рыбаки у нас на Черном море бросают сети на ночь, а утром вытаскивают их. Но Симон говорит, я всю ночь гонялся за рыбой, я ее ловил, я ее искал, где только можно, я все банки знаю, банков возвышенность, в грунтах, где обычно кормится рыба. Она ушла, ее просто нет. Надо валять дальше. По слову твоему я закину сеть. Послушайте, Иисус ему говорит, закинь сети. Сколько у тебя есть, все кидай. Там будет много рыбы. Он не до конца верит, говорит, я одну сеть закину. Но это будет по слову твоему. Закидывать сеть. И написано, сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарища, находящегося на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Никогда еще Симон Петр не ловил столько рыбы. Прожил жизнь, такого улова не видел никогда. Он начал ломить уловы, потряс его, он понимал, что только слово Иисуса по правой сторону, и все, рыба твоя будет. И столько рыбы, что сети рвались. Эти слова сказаны были не случайно. Выйдет мне, Господи, ибо я человек грешный. Ибо ужас объял его, и всех, бывших с ним, от этого ловы рыбы им пойманы. Скажите мне, что это было? Воздаяние. Иисус пригласил к труду Петра, Петр, я буду учить народ, я буду проповедовать Царство Божие, помоги мне немножко своей лодкой. Петр помог немножко, а теперь хочу воздать, вечности еще воздам, ну и на земле ты будешь нечто иметь. Слава Богу. Эти слова сказали к евреям. Надо, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что ищущим воздает. Я хочу вас спросить, вы переживали воздаяние от Бога? Нет людей, когда Бог дает, и вы понимаете и знаете, это Он, и никто другой. но вы знаете, когда есть ничтожное количество того, что я дал, Бог силен умножить. И снова воздать, это дать обратно с лихвой. Не будем, друзья мои, уклоняться как бы в торговлю. Я Иисусу, Он мне, Я Иисусу, Он мне, Я Ему немножко, Он мне много. Ни в коем случае. Отдавать будем, как Анна отдавала. Она не знала, будут ли у нее еще дети, но она знала, что то, что она имеет сегодня, это от Бога, это Бог дал ей. И то, что мы имеем сегодня, друзья дорогие, и мы называем своим, и это Бог нам дал. Мы пользуемся на земле всем тем, что Божье, и воздухом дышим, который Бог нам дал, и воду пьем, который Бог нам дал, и здоровьем пользуемся, который Бог нам дал, и руками работаем, который Бог нам дал. Однажды слышно слово, сказанное прочь голосом, как много народ просит у меня, и как мало потом благодарит. это так. Мы можем месяцами просить, дай, 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 дай. Он вышел и дал. А мы мимоходом идем, спасибо, Иисус, и пошли. Друзья, друзья, не будем ослабевать вере. Будем твердые. Однажды получил урок, я хочу о нем сказать вам, мы будем молиться сейчас. Была глубокая ночь, я спал, мы еще жили на квартире. ночью звонок в входную дверь. Я проснулся. Слышал второй звонок, но уже явно, что не приснилось. Я поднимаюсь, одеваюсь, подхожу к двери, открываю дверь, никого нет там. Пожал плечами, закрыл дверь, пошел на свое место, на кровать. Разделся, лег, на простель, укрылся. Ищу такого места, удобного для тела, знаете, ну так мы делаем, шевелимся немножко, чтобы поудобнее было. Глаза закрыл и слышу голос. Вот так и вы. Стучите, стучите. А когда я выхожу дать вам, вы поворачиваетесь и уходите. Слон убежал от меня. Господи, так истинно. Я прошу у тебя, прошу, 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 прошу. Потом ослабеваю, уже через день прошу. Потом вообще не прошу. А он вышел, чтобы дать мне. А я ушел от него и больше не прошу. Он говорит, просите. Он не сказал, попросите. Он говорит, ищите. Он не сказал, поищите. Он сказал, стучите. Он не сказал, постучите. То есть, стучите, до тех пор, пока не откроет. Ищите, пока не найдете. Просите, пока не получите. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Хочу молиться с вами. И верится, и плачется. Оран Мастер cutting и экставляет. Аминь.